Приветствую всех, это Варлорд. Сегодня у меня такое непринуждённое видео. Есть у меня один набор из новинок, который мы сегодня будем обозревать. Мы это я и Йода. Такого Йода у себя нашёл. Смотрите, какой он прикольный. Классная штука, у него даже капюшон его снимается. Нравится он мне. Что ж, набор, который я сегодня показываю, это сдвоенный батлпак, в котором есть две модели по крейту. Это планета из восьмого эпизода Звёздных войн, на которой располагалась заброшенная база повстанцев. Это шахтёрская планета, на которой добывают красный вот этот вот минерал. Это планета, чем мне понравилась. Конечно, не тем, что показали в фильме. В фильме её практически обошли стороной, а вот карта во втором батлфронте позволяет вдоволь насладиться и даже перенасытиться данной планетой по причине того, что там очень много раз подряд может вам выпасть эта локация, которая потом уже начинает надоедать. Поэтому хотелось что-то по ней. Есть, конечно, набор с шагоходом, который пока я покупать не буду. Есть и набор с защитой крейта, но он стрёмный. Поскольку видео непринуждённое, вот ещё такие печенья покажу. Про их качество я не ручаюсь вам, вкусные они или нет. Ладно, испытаю на себе. На них изображён Дарт Вейдер, поэтому и взял. Это какие-то келлогс, келлогс, какие-то печенья, шоколадные 4 упаковки. В общем, посмотрим, что это вообще такое и с чем его едят. Цена этого комплекта полторы тысячи рублей. В то время как одиночные микрофайтеры стоят 600 рублей. Там сокол тысячелетий, там тайфайтер очень странный. 600 плюс 600 будет 1200. Значит, 300 рублей летят кому-то в руки. Но здесь ещё положили такую штуку дополнительную. Вообще могли не класть пару деталей. В журналах даже больше поделки дают. Но это типа часть планеты Крейд. Единственное, что может вам напомнить о том, что здесь есть красный цвет и есть белый цвет. Ну и также вот этот стат-шутер. Давайте откроем эти печенья, что ли. Так, как это делается. Ну, действительно. Ну, вроде аккуратно упакованы эти печенья. Здесь видно, что их три штуки вроде бы в каждом. Здесь Дарт Вейдер. Здесь Чубака. Соответственно, магистр Йода. И здесь сокол тысячелетия. Давайте я использую этот с Дартом Вейдером в этом выпуске. Ну и посмотрим, как они на вкус. Ну, печенье выглядит как печенье. Ничего особенного. Чем отличается от обычного печенья? Тем, что здесь напринтовано, соответственно, изображение Дарта Вейдера. Не знаю, насколько похож шлем, но все-таки он здесь делан. И это как бы необычно. Ну, я так, к сожалению, разламывается печенье, когда вы выберете, что является недостатком. Ну, я предполагаю, что в каждой упаковке, как сказано, будет свой дизайн. Ну, не знаю. По вкусу ничем особо не примечательно. Прикольные, конечно, вот эти вот изображения героев. Но Адак, это, чтобы вы понимали, просто печенье. Но со звездными воинами. Поем я, наверное, еще немного, но... Мы вернемся с вами к обзору. Здесь есть две фигурки. Пилот для этого гигантского шагохода. И пилот для спидера Скрейта. Обе фигурки неплохие. Я впервые смотрю на этих двух героев. Мне понравился, как сделан пилот с этого шагохода. Это новый пилот, обновленный в AT-AT. Тоже был пилот, но этот, на мой взгляд, красивее. Серый цвет, белый цвет, все это гармонично смотрится. Лицо самое простое, как всегда. Ну, и, в общем, принты более-менее. Вторая фигурка также неплохая. Вы можете увидеть на нем довольно замысловатые принты. Они детально проработаны. Мне понравилась прическа, совмещенная с наушниками. Точнее, целой гарнитурой, потому что здесь есть микрофон для связи с другими спидерами. Ну, и одно выражение лица. Что ж, фигурки вроде неплохие. Давайте разбираться, что здесь есть, кроме них. Как уже вам сказал в начале, вот эта вот постройка. Здесь получается небольшое укрепление для тех, кто защищает эту планету, эту базу. Ну, точнее, сдерживает, потому что вряд ли у них бы получилось защитить ее полностью. Здесь есть, соответственно, старт-шутер. Поднимается он вверх-вниз. На этом все. Больше ничего интересного. Далее смотрим на модельки. Первая модель – это шагоход Первого Ордена. Такой шагоход мы увидели в восьмой части и в игре Star Wars Battlefront. Вторая часть в Возрождении. Это одиночная кампания, где вы играете за Иден-версию. И также там есть ее дочь. В общем, довольно прикольная кампания. Интересная. Реально является частью Звездных Войн. На мой взгляд, наверное, если сравнить всю эту кампанию, но по сюжету, по интересу, почти как восьмая часть, если не лучше. Ну что, этот шагоход очень напоминает AT-AT по микрофайтеру. Как ни странно, потому что в реальности тоже шагоход этот напоминал AT-AT. Ценивать это как игрушку, с которой вы играете, по-моему, нормально. Двигается голова. Помимо этого, он сам по себе ходит. У него ноги, все эти конечности двигаются. Обращаю внимание, что они отличаются формами вот этих ступней, потому что это как шагоход Горилла, вы понимаете. Ну и поэтому здесь по-разному у него идет это строение. Наверху поднимается элемент, который вообще, по идее, никакой функции не несет, но все-таки поднять его можно. Также есть место для фигурки и принтованная приборная панель. Два статшутера по бокам вообще не в тему. Не было вооружения по бокам. У шагохода, насколько я помню, было оружие здесь. И главное, такие тут две пушки были, которые как раз стреляли. Зачем по бокам? Опять же, для игры. Если коллекционер, то не знаю, насколько правдоподобно этот шагоход у вас будет смотреться. Фигурку, конечно же, можно сюда посадить, чтобы он перемещался на этом шагоходе. Но здесь, конечно, это выглядит не как устрашающий шагоход, а так какая вот микромодель. Похож ли он? Отдаленно, очень отдаленно. Но все-таки, если вы смотрели фильм, я думаю, если вы знаете, что это Звездные войны, модель можно узнать. Ну а мы двигаемся дальше, ко второй модельке. На таких спидерах в Battlefront 2 я люблю очень играть. Они очень быстрые, мобильные. Правда, на них часто вас будут убивать, так вы будете врезаться в обломки и все. Но так обычно на всем, кроме, допустим, этих шагоходов, так они просто идут. Но эта модель смотрится лучше, на мой взгляд. Такие цвета у спидеров я не помню. Вроде синих вообще цветов на них не было. Может, части 8 были, я просто не заметил один из кучи. Но в Battlefront они строго такие все серые. Здесь модель выглядит, честно, похожей. Мне понравилось, как здесь все продумано. В принципе, посмотрите, смотрится здорово. Внизу сделана вот такая вот деталь, для того, чтобы он мог разрезать землю. И, соответственно, красное вещество как раз из нее будет выделяться. Справа есть два статшутера. Для игры норм, не для игры, не нужны вообще. Сзади также продуман дизайн вот таким вот интересным, довольно замысловатым образом. Ну и здесь есть кабина. В кабину внутрь вы никого не посадите, а вот на, конечно, посадите. Может ли это быть в масштабе один к одному к фигурке, конкретно эта версия? Так же, я думаю, нет. Но тут хотя бы это чуть-чуть реалистичнее. Потому что вот такое разведывательное средство, на мой взгляд, могло как-то бы полетать. Ну, конечно же, за счет того, что оно позиционирует себя как летательный аппарат, то есть будет перемещаться в довольно больших скоростях, то фигурка может вылететь. Хотя со спидером на Эндоре такого не было. Правдан ли этот набор за полторы тысячи рублей? Ну, не знаю. Я бы, наверное, не купил. Почему? Сейчас объясню. Полторы тысячи не дам я за эти штуки, игрушки. Вот, честно, игрушки. Вот за эти игрушки я не дам полторы тысячи рублей. Лучше же я доплачу 500 рублей и возьму переоцененный, но все-таки красивый набор с хижиной люка. Здесь хотя бы будут и Рэй, и Люк, и вот этот порк прикольный. Да и сам набор с его функционалом уж гораздо больше оправдан, чем набор с этими микрофайтерами. Для кого они нужны? Опять же, если для того, чтобы поиграть, и нет возможности купить вместо этого защиту Крейта и большой этот шагоход, который обойдутся вам в нескромные 17 тысяч рублей примерно, то, да, для этих людей... Вот посмотрели фильм, нравится Крейт, вот покупайте этот набор и играйте. То есть у вас есть шагоход с Крейта, есть вот этот спидер, есть небольшая защитная вот эта линия огня, которая здесь смотрится в виде вот этой части террейна. Ну и две фигурки, не главных героев, но все равно они смотрятся довольно проработанно. В общем, кое-как пристроить в своей коллекции эти штуки можно. Есть вообще люди, которые собирают микрофайтеры. В общем, не знаю. Решайте сами, покупать его или нет. Я бы не стал. За такую цену, конечно же. Оправдана ли вообще идея выпускать по два микрофайтера в наборе? Конечно же, нет. Значит, на 300 рублей это дороже, чем по отдельности покупать. И это пусть и смотрится красиво на коробке, но все-таки это одно и то же, как если бы вы купили два микрофайтера. Только там вы можете выбирать, какие два. Ну а здесь, если понравился один, вы обязаны с ним в комплекте получать и второй. Разыграю я новый микрофайтер Сокол Тысячелетия с Чубакой. Сам себе такой заказал и жду его. Классный микрофайтер. Для того, чтобы его получить, нужно написать в комментариях, что вы думаете про этот набор и оправдан ли он. Поставить лайк и подписаться на канал. Результаты 17 января в моей группе ВКонтакте. На сегодня у меня все. Всем удачи, всем пока.